Чин Великого Освящения Собора – знаковое событие для всех православных верующих. Десятилетия назад никто не верил в то, что на месте взорванного советской властью главного храма Саровского монастыря появится обновленный собор. Однако уже в 90-е годы прошлого века началось возрождение обители. А в августе 2016 года по благословению Патриарха началось восстановление Успенского собора. Совсем еще недавно мы закладывали основание этого храма, и так быстро, и в таком великолепии этот храм возведен. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что очень многим людям храмы Божии нужны. Нужно восстановление исторической справедливости. Нужна правда Божия в жизни. Глава РПЦ напомнил о том времени, когда люди отвернулись от Бога, когда советские власти взрывали и сносили церкви. Однако, как считает Патриарх, они давно миновали и уже никогда не вернутся, потому что народ восстановил свою веру. Также глава РПЦ обратился к противникам восстановления храмов. Дважды невозможно вступить в один и тот же исторический процесс. Сегодня другая страна, другой народ. И поэтому, пожалуйста, не мешайте нам. По сути, вы никогда не сможете помешать. Но я бы сказал больше, себе не мешайте. Не закрывайте для себя путь к Богу. Также предстоятель вручил награды Русской Православной Церкви. В том числе, ордена преподобного Сергия Радонежского третьей степени был удостоен директор ядерного центра ВНИЭФ Валентин Костюков. Восстановление Успенского собора – радостное и долгожданное событие для многих верующих, которые пришли на Божественную Литургию помолиться вместе с Патриархом Кириллом. Вот очень радостно, что дождались, следующий храм восстанавливают. Это замечательно, я думаю. Как будто я только заново начала жить. Вот до какой степени, какой для меня сегодня день. Вот до КП сходила с крестным ходом, а сейчас пришла сюда. Такая красота, площадь-то здесь всю как устроили. Господи, дай Бог, чтобы это все было на пользу и в радость. Пусть человек, может быть, в душе верит и не ходит в храм, но он все равно верит и хочет жить, чтобы жизнь была на земле светлой. В дар Успенскому собору патриарх Кирилл передал образ Тихвинской иконы Божьей Матери. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!